В Беларуси работает национальный детский технопарк, цель которого – выявить одарённых детей. Полоцк стал площадкой для проведения этапов отбора учащихся. Так, на базе Полоцкая государственная гимназия номер два прошли второй и третий этапы отбора учащихся от Витебской области для обучения в национальный детский технопарк. А уже на базе Полоцкого районного центра детей и молодёжи прошло тестирование и собеседование для отбора на обучение на вторую образовательную смену. Задания, которые перевозятся, держатся в секрете и в выполненном виде их тоже никто не видит, кроме работников технопарка. Это задания не на какие-то там узкие знания в области физики, математики, информатики. То есть это больше такие на общеинтеллектуальное развитие, на мышление, воображение, даже на скорость мышления. Я вот в первый день, когда это пришло, прям загорелся. Я сразу всё, подал документы, очень сильно ждал, чтобы я прошёл второй и третий этап отбора. Участие в тестировании приняли восемь человек. Четверо из Полоцка, двое из Новополоцка, один учащийся из Витебска и один из постав. Кто пройдёт отбор на вторую образовательную смену, покажут результаты тестирования. Что касается первой смены, то из семерых учащихся Витебской области только двое попали на первую смену в национальный детский технопарк. Любовь Савко, Александр Матюшенко, Саммит Плюс ТВ.